Люди, всем привет! Короткий прогноз на матч Волверхэмптон-Ливерпуль. Прогноз такой. Тотал 3 меньше. То, что Ливерпуль выиграет, это думайте сами, если хотите. И тотал фолов Ливерпуля меньше 8,5 за 1,85. Почему я настаиваю на этой ставке? Ну, потому что я единственный капер, который разбирает фолы, который на них играет, который регулярно в группе. У нас фолы, если в лаве, если я играю, то фолы у нас заходят. Но фолы это отдельная тема, это отдельная история. Не буду сейчас ее раскрывать. Их надо желательно брать в лаве, в перерыве и так далее. Я посмотрел, как Ливерпуль с Волверхэмптоном фолят. В принципе, у Ливерпуля в среднем по нарушениям где-то 9,5 идет. Но конкретно, когда они играют с фолками, у них так, 7-3, 3-7. То есть, смотря кто на каком поле. То есть, Ливерпуль получает в гостях 3 фола, у себя дома 7 фолов. Но не больше 8,5. То есть, понимаете, чем прекрасные фолы? Их никто не берет. Коэффициент 1,85. То есть, Ливерпуль получит меньше фолов 1,85. Вот. Значит, по фолам такая история. Они в первом тайме, как правило, получают, вообще команды получают меньше 9 фолов. Как правило, 9-10. Это матч такой вынесен. Он заключительный матч тура. Я не жду здесь много голов. Вот. И не жду такой большой особой борьбы. Меньше 3,5 желтых карточек. Здесь будет меньше 19 фолов на двоих. Меньше 3 голов. По угловым истории тут непонятно. То Ливерпуль 10-2 выиграет по фолам. То Волверхэмптон 6-5 обыгрывает. Значит, поэтому... Понимаете, Ливерпуль рано или поздно должен наступиться. Просто ему везет. Очень сильно везет. Я сейчас читаю книжку английских аналитиков футбольных. 500 страниц про числа и цифры в футболе. То есть это люди, которые перевернули вообще понятие о футболе, о прогнозах. Они консультанты сейчас ведущие клубы. То есть элемент случайности в футболе примерно 50%. Поэтому мяч не туда отскочил. Там написывается такой случай в книжке. Идет Кубок Италии. Какой-то 7-й дивизион. Не Кубок Италии, а плей-офф. Команда должна выйти в 6-й дивизион из 7-го. То есть идет серия пенальти. Забивается один из последних. Пробивается пенальти. Чувак попадает в штангу. Воротарь скидывает вверх руки. Бежит в центре поля. В это время мяч от перекладины летит вверх в небо. Они обнимаются, целуются. Мяч ударяется о землю. И начинает заскакивать в ворота. Это все видят. Он побежал назад, но было поздно. Мяч заскочил в ворота. Вот и все. Понимаете? То есть нужно до конца смотреть. И таких случаев много. В книге описано. Понимаете? Понимаете? Ливерпуль тащит за уши. Его там тянут везде. А когда он приезжает в Европу. Вот с Зальцбургом 4-3 они сыграли. С Наполя 1-1. Итальянцам на выезде проиграли. Понимаете? То есть когда сильная команда, Ливерпуль не так силен. А волки они на межуарной арене тоже шороху наделали. Правда Кубок Европы, Лига Европы, но они тоже там. Какую результативность показывают в волке? Бегущая активная команда. Понимаете? Что такое Англия? Я два года в Англии жил. Что такое вообще англосакцы? Я смотрю. Вот хоккей. Вот Американцы. С 72-го года. Когда команда собирается, вот они костьми лягут, они могут Ливерпуль обыграть. Рано или поздно Ливерпуль проиграет. Брать здесь победу Ливерпуля, ну возьмите там 50-100 рублей, сколько вам не жалко. Я просто вам говорю, что в футболе очень много интересных событий, на которые никто не обращает внимания. Единственный капер, который регулярно, каждый день по нескольку роликов выкладывает, это я. Про вторчермет, я называю, вторсырье, вторичный рынок, как угодно. То есть угловые желтые карточки, фоллэд, да, они не всегда заходят. Так же, как и не всегда, Ливерпуль побеждает. Да, Ливерпуль 7 матча в сухую сыграл. Значит, ну можете взять, если вы верите в Ливерпуль, возьмите сухая победа, понимаете. Я не делюсь, если в Улверхэптон выиграет 1-0. Это Англия, все может быть, понимаете. У Ливерпуля отрыв сумасшедший. Потом, смотрите, у него сейчас кубок через 3 дня, потом у него через 3 недели начинается Лига чемпионов уже, с Атлетика. Поэтому они на 3 фронта играют. Рано или поздно будет какой-то сбой. Да, этот Салах, да, он бежит. Но рано или поздно и Салах получит какую-то растяжку, там и Фермина, там и еще кто-то, еще кто-то. Вот поэтому... А фоллы это как бы команда, она устраняется в среднем по команде. Галы это 1 или 2. А фоллы их много, 8, 9, 10. То есть там элемент случайности становится меньше. Поэтому мой вам совет. Обратите внимание на фоллы. Вступить в группу стоит у меня 300 рублей. Пока с 1 февраля будет 500, может быть даже раньше. Всем удачи, подписка, лайки. Обязательно напишите в комментариях, что нравится, что не нравится, вопросы. Я отвечаю всем. Кто мне хамит, я всех посылаю. Всем привет, Иссочи. Субтитры сделал DimaTorzok.